всем привет дорогие друзья продолжаем проходить the long dark второй эпизод и значит я не стал нажимать кнопочку чтобы мы увидели что будет происходить вот не забывайте переходить по ссылке в описании в телеграм-канал наш следить за новостями всякими разными до безобразными и переходите по ссылке чтобы посмотреть полное прохождение the long dark вылезти вот значит таки нет песню мы будем пропускать то что песня у нас авторскими правами если нам нельзя и мы очухиваемся в какой-то коморки получается игре им руки на хочу произошло мы выстрелили в дядечку с ружья ой в дядечку в медведя выстрелили с ружья спасли дядечку а дальше что мы с ним даже не пообщались а вот он медведь черт нет огни он бредит тяжело ему тихо успокойся какая-то берлога медведь ой берлога охотника получается какая-то у нас тут еще кто маккенди это я спас тебя от медведя и убил вряд ли он точно попал может пугнул вряд ли стреляешь что ты плохо хорошо вот тебе возвращается память порт в этот раз он меня хорошо подрал в этот раз да мы со стариной медведем давно знакомы у нас с ним есть одно незаконченное делится эти я перевязал но ты в плохом состоянии где-то можно получить медицинскую помощь в больнице здесь то не ничего подобного у нас же есть лекарства можем ему дать похоже у тебя есть радио давай позовем на помощь радио уже пару дней не работает ни на одном привычном канале не знаю в чем дело дали бы ему лекарства хоть на какое-то время бы ему помогло не было воспаление те нужны лекарства получше еще обезболивающие ты что доктор нет но я достаточно общался с докторами и знаю что без квалифицированной помощи скоро тебе станет хуже ясно возможно помощь удастся найти в милтоне как раз пришел оттуда ну там не осталось никого кто мог бы помочь город опустел случился пожар и черт для другого города несколько утей и ни на что не годен но если ты отправишься сейчас возможно и так несколько дней не протянешь должен быть другой вариант вы кто может помочь но для связи нам нужно радио и снова мы вернулись тому с чего начали может не далеко отсюда на удастся найти лекарства или другое радио на старой дамбе картера может быть передатчик или запчасти какие-нибудь но наверное совсем старею дамбе дамбе забросили мид пунктом тоже был может остались кинуть лекарства возможно что-то достаточно сильное что с ними боль оставайся тут вернусь как только смогу северное сияние бы пришло и радио бы заработала хотя если у него не хватает детали верить ли бы он заработал погоди карина медведь он все еще там и хочет закончить начатое верно возьми мое ружье убить ты его не убьешь но возможно отпугнешь ладно осторожнее там дамба неустойчивая как получается мы с собой перетащили с вами веревку а что в каком смысле блин вырубился мы с вами перенесли веревку и мы еще составим у него дома правильно правильно альпинистский трос мы с вами перетащили и мы сейчас ее здесь сбрасываем чтобы она мне было тяжело опять же мы ничего вообще не можем взять больше собой позволить все до лишнего схватить давайте обыщем шкафчик пустой шкафчик тут у нас к это ткань лежит да мы берем ружье вам сразу становится тяжело у нас такие спальник мы можем здесь лечь и поспать сейчас поваляться тут подрыхнуть так не будем тут пока ничего такого сильно брать вот у нас бесконечная кстати печь для дров можно что-то приготовить рейши можем сделать да или чайку ладно не будем ничего делать мне кажется то даже можно собой посуду не носить сюжете так вода везде есть везде дома есть туалетах можно набирать до спокойно так слушайте я подзабыл где у нас находится спальничек с вами давайте вы его еще с вами найдем и лежим спать а у нас спальника нет что ли он уже был спальник или не было был спальник его наверно не забрал кое молодец капец капец какое молодец и мы с вами поспать уже теперь не можем получается я его наверно в церкви оставил слушайте скорее всего в церкви оставил от печально это плохо ну ладно просто ну как бы бесконечный огонь и можно было здесь поспать отчет у него есть это не точилка нет а то у него везде мыло лежит вот такой охотничий дом до сбрасываем тогда веревку здесь поехали дальше зверолов мой шанс выбраться отсюда надеюсь он не умрет у меня на руках блины и как мы с перевесом сейчас пойдем нифига то нам вот сюда нужно раненый зверолов акин спасает жизнь старому зверлова возможно его знания о великом медведи и радиопередатчик помогут отыскать астрит да конечно бежать далеко вот сюда бы до администрации сначала добежать может там есть какая-то вы то диван где можно поспать будет мы конечно спать то особо и не хотим но равно как бы спать то надо будет где-то когда-то в будущем окна погнали погнали смотреть что у нас тут есть даст перевесом двигаться такое все можно было еще у него что-то поскидывать дома потому что будет бежать тяжело ой как мы медленно бежим как нам бежать далеко капец прямо капецки пипецки от ну и давайте наверное мы с вами продолжим когда я добегу освежим окно паузу и подключусь когда уже буду там если что-то будет по пути интересное происходить я конечно же включусь может какой-то медведь не медведь не знаю такое как я вошел в какую-то зону ловушек получается и смотрим чего нас тут есть в принципе ничего котелок тут дрова попаем дальше получается как усталость у нас пока сильно не накатывает видимо когда начинается новый сюжет у нас отбрасывается вся усталость все 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 а я уже думал надо было наверно переходе поспать переходе с первого на второй сюжет ах ты да в общем то бежим дальше там еще минус игры на прохождение то что ты все всегда носишь с собой а когда ты играешь на выживание ты типа можешь какую-то себе хату приобрести там ну как приобрести заприметить и она у тебя будет на постоянку то бишь она у тебя всегда есть и туда за все можешь стаскивать в общем то в этом весь и прикол до вот этого собиральчества всякого выживание это классно а тут ничего такого не сделаешь а волчок не один даже на льду кстати часто волчки должна выживание помню есть такое дело администрация турбаза у нас туда хорошо хорошо так но нам по сути так то сюда не надо но может быть мы тут что-то сможем полезненькое найти вами слушайте у нас перевес конечно вот допустим ключ у доме от домика озера номер 3 прошу лишь мы возьмем остальное трогать не будем и вот что-то вот такое типа ключей каких-то кодов сейфовых да можно будет брать леска для рыбалки удочка минут совсем ничего не весит можно как-то взять ладно пусть будет так у нас есть топлива для фонаря эти давайте разберемся как заправлять фонарь и не помню как его заправлять поэтому мы сейчас его своими заправим как-то от действия заправить его 074 да а у нас больше нечем до заправлять вот мы сейчас как раз то берем еще раз заправляем фонарь у нас такой немного под пошорканный поломанный но я думаю ничего страшного в этом нет акте у нас по весу что у нас по весу веса у нас 33 из 30 это не очень хорошо но и не очень плохо у нас есть еще один фонарь деревянные спички выживание бы их сразу же забрал но сейчас не буду забирать а кто же выход что ли нет на выходить не надо запасной выходом как мы еще тут не все посмотрели мост есть полено ок это бы еще такое что открывается посмотреть как холодильник тут больше не стал и ничего не открывается а то потом опять придется возвращаться и как-то вот неохота вы было это дело делать от пригодится нет мы это не будем брать макенди перестань не на диванчик есть какой-нибудь диванчик есть у нас тут хорошо еще пошаримся еще посмотрим нас есть от кого-то домика номер три мы нашли с вами штанцы так станционно сразу наделись да хорошо теперь нам будет еще теплее чего у нас тут а у нас есть спальник уж эти спальники есть классно а может мы спальник где-то сбросили я не помню вряд ли бы я стал на этом спальник выкидывает так то хотя ну так то везде кровати можно чай попить вот допустим более эффективный отдых у нас еще день идет вовсю я думаю принципе это расстояние можно пробежать но если начнется какая-то метель будет печально наблюдательном пункте по-любому есть где поспать должно быть такое дело надо будет наблюдательный пункт нам забуриться полюбас так вот чего у нас состояние похуже только в принципе носочки то лучше чем наши и вот эти чуть лучше чем наши да это мы сбрасываем 34 из 30 у нас уже капец как больше я тут ничего такого интересного не вижу сделали бы выживание да чтоб можно было еще украшать дом было бы очень здорово классно замечательно вот сундук я вижу нифига всякие штанцы утром какие-то топовые штанцы слушайте мы берем n-то выкидываем а хотя подождите подождите а ну да выкидываем так мы почапали тогда в темпе вальса туда я надеюсь что мы тут ничего нигде не пропустили вроде бы мы тут все с вами собрали интересно да 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 побежали быстрее туда пока у нас времени ушло пока у нас точно началась это вдруг буря метель будет но и на хрен то метель аки теперь нам бежать вот туда нифига как далеко это капец ну и как перейду продолжим ну либо если что-то интересное уже будет сказать или на кого-нибудь наткнусь верно лучше пойдем прямо по железной дороге и вообще будет топ будет проще им по горам лазить как слушать я тут немножечко пошарился пошел вот такую штуку мы наверно сейчас сами заберем и как только мы придем в какое-то здание мы наверно починимся полностью одежду отремонтируем там вот это всякое и типа чё она все так просто нас лежит это где-то тряпочки какие-то где-то оторвем да со шторок сделаем и починимся сделаем себе одежду более комфортабельный чтобы она больше морозов удерживала да я вижу уже волчка прикол давайте его что ли сигналкой погонем пофигу так то почему бы и нет главное сильно от него не отворачиваться волчки не такие могут броситься быстро резко еще я заметил что у нас водички почти нет этот поел попил и водички у нас очень мало преследует падла может быть мы спрячемся в вагоне наверно пока не будем бежать покупаем выносливость у меня еще угол обзора у камеры увеличен поэтому кажется что он далеко на самом деле близко где блин на хрен волчок нас уже 9 патронов просто если мы это с вами расходовать не будем то мы никогда и не потратим ни на что ну чё волчок окно мы пока не в здании здесь мы не будем ничего делать с одеждой нет то мы не будем тоже брать ок поношенные рабочие стены патроны для ружья возьмем павочку не будем таки волчок что-то она заскурил там бедолага так что я хотел что я хотел что я хотел ничего не хотел пока мы ремонтироваться не будем с вами тут металлолом у нас слушать а может ему для радио металлоломи нужен я не уверен конечно можно пособирать у нас правда перевес присутствует волчок убежал почему он убежал я не знаю что-то он заскулил как будто он подрался с другим волком окна и бежим дальше нам осталось пробежать совсем ничего мы продолжим как я добегу на вышку мы с вами не стали до заходить что наверно зря потом скорее всего придется возвращаться опять же нам все равно возвращаться охотнику в дом я буду его называть охотник мне кажется это охотник это охотники это его дом окна бежим как меня опять преследует волчок только вот гавкнул так сказать нам и здесь это местечко видала времена и получше дамба картера так что у нас тут есть просто есть баночка ков валяется валяется лежит до нас принципе мы вообще ни в чем не нуждаемся еда везде есть езда еда везде валяется бутылочку воды мы возьмем воды у нас мало а тут дерево труд труд разжигать которым да у нас огонь добывать так мы сейчас здесь посмотрим быстренько и пойдем внутрь осматриваться дальше чекаем ящики мало ли может быть где-то что-то какой-то опять ключик есть это важное по сюжету оружейный патрон оружейный патрон спички очки это классные патроны тоже для выживания да так мы можем надеть еще шапец от ветра хуже защищает но лучше от влаги и защита лучше не нафиг выкидываем эту шапку так вставай другалек а ботиночки мы с вами нашли у нас по ботиночкам хуже чем наши конечно же эти ботинки чтобы ремонтировать надо по моему кожу набор для шитья заберем и вот сейчас кстати как раз можно попробовать заремонтировать себя по нибудь из одежды действие ремонт набор шитья о пошел ремонтик тут же и выспаться можно будет кстати как бы как вариант как мы можем вот этот отремонтировать нам на две ткани необходимо да и тут тоже ткань нужно да у нас есть одна ткань я так понял это понял 1 есть 2 нет 2 нет у нас одна есть как-то у нас в принципе все ничего вот штаны еще можно было бы отремонтировать давайте какую-то у этот где-то ткань найдем попробуем занавесов занавес тут нет да давайте шапку попробуем разобрать разберем шапку на ткань 10 минут на это у нас ведет да ну как раз сейчас уже скоро ночь наступит так и вот штаники мы отремонтируем да теперь можно наборы для шитья думаю выкинуть зачем они нам нужны в интере место только занимают так нифига у нас их аж 4 штуки они конечно весят немного но это уже 040 если все выбросить так факела я думаю тоже нафиг они у нас тут столько времени уже лежат да и спальник мне кажется тоже он не особо то нужен слушайте а чё нам спальник зачем у нас тут везде есть кровати опять же если в какую-нибудь пургу где-то в метель попадем будет плохо научитесь чинить одежду а мы выполнили кростик да где у нас там еще был какой-то маленький квест одному из домиков у озера я не помню как его искать и где но то ладно не суть так вы сейчас наверно спим до утра сможем ли мы проспать до утра у нас еще усталости не так много ну давайте еще что покушаем посидим попьем и будем спадки ну что давайте вот такие батончики какие-то подъедим маленько вот теперь водичка поспать и мы опять без перевеса будем да будет классно вообще а вот это за третья тема банка арахисовой пасты весит полкилограмма офигеть этот мы еще поспим и и съедим сразу же давайте сразу часов на 9 сможет он столько поспать нет так более эффективный отдых а отлично замечательно хорошо 33 из 30 а мы все равно не можем нести много почему-то так давайте съедим тогда вот эту тему она тяжелая а вот эта вот штука у нас тяжелая давайте еще выкинем а какая-то порчена делаем вот так с вами и у нас все равно перевес офигеть а почему перевес а из-за ружья точно из-за ружья оружие тяжелое да конечно медикаменты мы с вами по выкидывали это до спичек у нас много сильно у спички тоже весят немного но она в принципе вот это немного то немного и вот так вот вес в тебе и скапливается у нас высушенная кожа с собой нос на нас еще возможно из-за этого волчки бросаются да а вот этого точно можно половину выбросить мне кажется вообще все можно выбросить у нас же есть медикаменты зачем нам это надо рейша тоже это нафиг она нам у нас медикаменты есть нам это не надо ничего так давайте еще сделаем ломик ломик мы оставим не оставим попор есть ломик ну пусть ладно ломик остается падеж так и у нас конец ночи можно сказать да а я съел нечаянно ну ладно у нас там все равно немножко надо было ну давайте пытаться идти дальше так и свет классный еще атмосферника так такой беловатый немного так выспались чувствуемся шикарно мой как же как же он освещает необходим ключ от ворот вместо временного размещения оборудования блин надо искать такую другой вход тогда наверно не зря же мы сюда бежали правильно равно как-то сюда можно попасть для слушайте они на вышке ли был ключ которую мы как раз и пропустили одну единственную наверно он там и был попробуем здесь пробежаться посмотрим туда как нужно сосредоточиться блин походу придется возвращаться на вышку слушайте а что-то когда я двери пытался открыть не прочитал что было написано снизу там наверное было к распорожку написала но это мой за туп пусть она не волков никого это уже радует здесь никуда да не пройти нам никуда не подлезть и не пролезть и или нато хреново хреново слушайте блин ну то что конец ночи это такое лучше было светло потому что в эту лампу что-то как-то не особо видно волчок воет у нас окно мы здесь не пройдем с вами нет по-любому ключ нужен над все перекрыто блин по самую гору прям вот дерьмо я шум еще бежать за ключом надо реально так давайте почитаю может быть где-то что-то было написано все-таки и мы продолжим я нашел ключ я нашел ключ дамбы картера мы знаем что многие из вас проводят свободное время и переливут на территории дамбы напомним что проход на дамбу запрещен так как сооружение сильно повреждено и небезопасно для людей в особенности нижняя часть если это для вас недостаточно убедительно сообщаю что страховка не покрывает полученные на территории дамбы траву лечиться будете за свои кровные трогаем ключик вот ключик я нашел там где сбросил краспальник так и мы идем в дамбу у нас еще северное сене что а или это подсвет такой красивый нифига себе он действует никаких волков не будет медведь тот самый стрелами идет стрелами в жопе в жопе а мы не сможем выстрелить я не мог ружье зарядить или она уже заряжены не помню как ружье в игре заряжаются слушайте но мы удрали да мы же ушли нормально хорошо незаконченная делится с медведем говорил он и обморожение у нас еще на солнце не обморожение мы подмерзли хорошо так прилично не согреюсь умру согреемся согреемся не переживай не переживай по этому поводу у нас всегда здесь согреться есть кто похоже сюда давненько никто не заглядывал а подпорченный газировкин пьем и 2 тоже пьем так что у нас еще тут с вами есть такое получается пасту арахисовую не всю съел мы еще с вами доедаем хорошо хорошо достаем снова свой фонарь который я только убрал все равно так будет лучше видно и топлива много где есть окно здесь нам надо с вами прям конкретно слушайте пошмонать конкретно пошариться вот металлолом я не знаю нужен он будет или нет я бы знал что он будет нужен я бы его вначале собирал на первой локации рослут с нами вместе переносится ну давайте кофейку выпьем сразу чему стоит так просто правильно правильно так у нас здесь к это дискета акцию еще у нас есть у нас есть шапка здесь шапочка у нас по теплу лучше чем наша уже по состоянию чуть-чуть и лучше чем вот этот наш шарф давайте его выбросим в платок платок шарф так смотрим что у нас в ящиках есть у нас есть с вами гвоздодер ящики закрыты нам вообще не страшны у нас теперь есть вот такая вот штучка окно на хуже чем наша это у нас намокло дело это нам надо у костра сушиться на разводить костер и сушиться надо а кто-то у нас есть что металлическая полка об этой неустойчивости говорил старик но он про землетрясение да 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 так это все мы забираем full полностью а газировку брать не будем нас есть водичка нам пока не надо ничего такого так у нас еще тут с вами такое есть интересненькое слушать как у нас есть горючее для лампы можно взять потому что мы сейчас нахрен все растратим я чувствую как металлический стол ящики шмана еще топливо для фонаря не не надо ладно ладно в этот раз уже не надо и повязку тоже смотрим еще через главное ничего не пропускать о том очень пропустим и капец по сюжету потом будет тяжело найти вода будет возвращаться вот эти все моменты я так понял нам тут шарится много где есть сейчас с вами конкретно будем все обманывать так ящики скрываем гвоздодером водичка повязка вот этот с собой носить гвоздодер когда там такая фигня попадается если по сюжету где-то нужен будет гвоздодер мне кажется его нам дадут ну где-то он будет сто пудово лежать он просто я сейчас из-за каждого веса переживаю палочка блин в туалете лежит в мусорке я понял а тут какое-то письмецо ну-ка подождите давайте письмецо то может читанем к его блин я не знаю нам это письмо или нет а ключ ему нашли и тут у нас трупешник лежит до у нас эти факельные ракеты капец их сколько 9 штук я не думаю что их стоит брать ключ от кабинета администрации вот сейчас пойдем в кабинет записка окна тут вы можете на паузу нажать почитать не знаю стоит ли это мне сейчас читать потому что у нас видик уже идет 32 минуты я вот думаю или нам его закончить и продолжить дальше уже на следующей серии были что наверное да мы сейчас с вами так и поступим не забывайте ребятки ставят лайки делать подписочки на канал смотрите полные полное прохождение в описании под видео ссылочка на плейлист вот всем пока пока